Благодарю вас. Благословите, Владыка. Безусловно, мы все понимаем, что для того, чтобы победить в этой серьезной войне, которую мы ведем на уровне цивилизации, в этой войне с Западом, нам нужна идея, нам нужна идеология, нам нужно мировоззрение. Это мировоззрение не может быть сейчас искусственно созданным или у кого-то заимствованным. Мы должны сами дать ему возможность состояться. Мы должны найти его в самих себе. И на основании наших многолетних работ и последние годы в администрации президента, в институте Царьград, в рамках Всемирного народного русского собора и высшей политической школы имени Ивана Ильина, которую мы недавно учредили в РГГУ, мы приходим к тому, чтобы найти некие простые формулы этой идеи. Потому что об этом написаны тома, об этом написаны столько произведений. Мы все, русские, несем эту нашу русскую идею в себе. Она и есть мы, а мы и есть она. Она в нашей церкви, она в нашей истории, она в нашей культуре, в нашей психологии, в наших семьях, в нашем быту, в нашем языке. Мы все эта идея и есть. Но для того, чтобы справиться с теми сложными проблемами, которые навалились на нас в последние десятилетия особенно, необходимо, быть может, дать простые формулы для того, чтобы объяснять ее детям, объяснять ее студентам, объяснять ее воинам. Поскольку сейчас, если не дать какие-то ориентиры, не дать какие-то, может быть, упрощенные вещи, мы можем упустить очень важное. Поэтому я предлагаю на основании вот этих коллективных усилий несколько простейших формул. То есть я предлагаю три сложения, одно вычитание и пять равенств. Такая вот формула русской идеи в самом-самом голографическом сжатом виде. Три сложения. Первое сложение – это сложение, то есть не только отрицательное, но и позитивное. Сложение прошлого и будущего. Это чрезвычайно важно, поскольку мы должны восстановить историческую преемственность. Мы должны отбросить идею, что прошлое – это что-то преодоленное, что не имеет никакого значения. Прошлое живет в нас через язык, через культуру, через церковь, через государство, через психологию, через наш фенотип. Мы – продукты прошлого. Мы – звено в этом историческом движении, но это прошлое, оно не прошло, оно существует в нас. И наша задача, чтобы это прошлое через нас вышло, вылилось в будущее. И это прошлое и будущее не противоположны друг другу. Будущее не снимает прошлое. Будущее вообще не будет, если оно не будет корениться в глубине нашей традиции. То есть мы – это переход, мы должны, это и есть историческое сознание, это и есть идентичность. Мы были, есть и будем русскими людьми, и в этом заключается наша миссия, наше призвание, наш долг, наше делание, наше творчество – быть и оставаться, становиться, если угодно, русским человеком, достойным нашего призвания не только в прошлом, но и в будущем. Мы народ, возможно, и задуманы для того, чтобы осуществить в будущем что-то очень важное, что-то очень главное. В этом наше призвание, наша миссия, она каждый русский человек в своем сердце чувствует. Не только победить в этой войне, это лишь путь, это лишь шаг каким-то невероятным и еще неизвестным для нас свершением. Это сложение прошлого и будущего. Второе сложение – это сложение, если угодно, правого и левого традиционности и справедливости. Стремление сохранить лучше основы нашей идентичности и одновременно развивать их. Поэтому не следует противопоставлять правое и левое в русской истории. Мы должны их сложить. Мы должны увидеть то общее, что объединяет русскую империю, русское православное мировоззрение и выбор социальной справедливости, который сделал наш народ. Это наш выбор, мы должны его осознать. И вот всякий, кто разрушает это сложение правого и левого, консервативного и ориентированного социальной справедливости, наносит по нам невероятный удар. Он раскалывает наше общество, он ослабляет нашу идентичность. И вот как сегодня прекрасно было сказано, эти флаги имперские, советские и российские – это целое мировоззрение. Это и правые, и левые, но русские объединяются для того, чтобы победить в этой фундаментальной войне. Третье сложение – это русского народа, как ядра и основы, и других народов в Евразии, России, с которыми у нас есть единство судьбы. Это, кстати, говорил теоретик татарского возрождения Исмаил Гаспринский. Он говорит, у тюрок и славян единство судьбы исторической. И те народы, которые сплотили свою собственную жизнь с нашим русским народом, основным ядерным народом для нас, они чрезвычайно ценны. Это не наши враги, это наше богатство, это наши братья. Крепить это настоящее братство народов вокруг народа русского – это задача, и это тоже еще одно сложение. Вот эти три фундаментальных сложения, они описывают нашу позитивную программу. Есть одно вычитание. Для того, чтобы по-настоящему установить, утвердиться в этой русской идее, восстановить русское мировоззрение, нам надо, конечно, избавиться, изгнать из себя влияние либерального Запада, глобалистского Запада, который сегодня представляет пародию и угрозу не только нам, но это цивилизация, которая порвала со своими корнями. Не случайно, тоже сегодня говорилось, президент назвал ее сатанинской цивилизацией. Это не метафора, это цивилизация конца, это цивилизация вырождения, которая уничтожает любую форму коллективной идентичности. Либерализм и породил неонацизм на Украине, западный либерализм. Не будь этого либерализма, и этого бы уродства, этого чудовищного явления никогда бы не появилось. Поэтому здесь надо быть бескомпромиссным. Мы должны освободиться от этого навязанного нам представления о западной, современной, либеральной, глобалистской западной цивилизации, как универсальной меры ценностей. Это их цивилизация, это их культура, это их общество, они имеют право выбирать все, что угодно. Но это категорически несопоставимо с существованием русской идеи. Русская идея должна освободиться от либеральной идеологии. До конца, до упора, до самых корней надо вырвать эти злые семена беспощадным образом. Это вычитание также необходимо для утверждения, для того, чтобы наши сложения стали по-настоящему действенны. И последнего это пять равенств. То есть, когда мы утверждаем самих себя, наше русское мировоззрение, через сложение, когда мы через вычитание избавляемся от химеры, токсической западной либеральной идеологии, отказывая их праве на всеобщность, на универсальность, на общую обязательность, мы оказываемся не только в дуальном положении, мы и Запад. А мы вдруг увидим, что еще есть большинство человечества, еще есть другие цивилизации, и не наши, и не их. Есть китайская цивилизация, индийская цивилизация, исламская цивилизация, африканская цивилизация, латиноамериканская цивилизация. И вот эти цивилизации нам не враги. Они не совпадают с нами. У них другие коды, у них другие традиционные ценности, у них другая идентичность и другая история. Ну и что? Чем больше будет разнообразное человечество, тем лучше. И вот с ними мы должны установить взаимодействие, дружбу и равенство. И все эти цивилизации, кроме нашей, о которой я перечислил, мы все находимся в едином объединении, в Брикс, особенно после Иоханнесбурга. То есть на самом деле новый мир вырисовывается перед нашими глазами, и в этом мире России, наверное, как всегда, придется взять на себя самое тяжелое, дать бой сатанинской цивилизации Запада для того, чтобы не только спасти себя и утвердить, и реализовать свою миссию, но чтобы протянуть руку помощи, братской помощи и другим цивилизациям. Мы сегодня бьемся не за себя, мы сражаемся за весь мир. Благодарю.